К антологии тёмных картинок можно относиться по-разному. Кто-то без ума от рассказанных историй, а кто-то не понимает, почему это вообще называют хоррором. Если от серии к серии истории становятся менее страшными. Но что-что, сюжеты в этих играх нельзя упрыгнуть в том, что они не держат напряжение и не поддерживают интерес к тому, чем всё закончится. Лично мне понравились абсолютно все предыдущие части, в том числе и Дожить до рассвета. И Chaos of Fascists не стало исключением. В игре масса всевозможных вариантов развития событий, и именно из-за внушительной вариативности мне бы хотелось сегодня поговорить не о сюжете так таковом, а показать все концовки, которые только возможно увидеть в игре, и сказать пару слов о том, как их получить. А про сюжет я хочу рассказать отдельно, чтобы не отвлекаться на вариативность, целиком разобрать секреты и тайны, так как благодаря этой серии лор вселенной тёмных картинок расширился в десятки раз, и теперь затрагивает не только нашу планету, но и глубины космоса с его обитателями. Поэтому готовится целая серия выпусков, в том числе и ролик про сюжет в следующей части. Но не будем затягивать, у микрофона как всегда Леонид Князев, поехали! Начать бы хотелось с того, что абсолютно не важно, какое решение ты примешь в самом начале игры, относительно поддержки с воздуха. Это повлияет лишь на появление дополнительной пары вертолетов во время перестрелки с Ираксами. Так как в финале, после того, как случится очередное землетрясение, и в потолке образуется проход на поверхность, герои выберутся, и оказавшись наружу вызовут подмогу, вне зависимости от первоначального выбора. По факту концовкой можно считать диалог двух неизвестных ученых по имени Брукс в синем и Миллер в желтом. Жаль, что при этом приходится смотреть и на титры, но что поделать. Эти двое подводят итог этому приключению. В нашем распоряжении было пять человек, олицетворением жизни которых являются свечи на столе у хранителя. Если кто-то умирает, одна из свечей гаснет. Судьба всех остальных, кто погиб. От нас никак не зависело. То есть Квариса, Мёрвин и Джоуи по-любому умрут. Единственная вариативность на судьбу второстепенного персонажа есть в самом начале. Именно от нашего выбора зависит, кто будет нас преследовать, Акадец Балату или Курум. Если поступить по чести, то Курум станет вампиром. Если же предать, то они поменяются местами. Мелочь, а приятно. Как я и сказал ранее, в концовке так или иначе, каждый, кто выжил, окажется в руках ученых, которые предметно будут допрашивать о случившемся в храме. Или же, если один из героев, или даже все погибли, скажут вследствие чего это произошло, и дадут пару комментариев о личности героя. В этом основная разница концовок. Однако, относительно некоторых наших подопечных, эти двое ученых могут дать весьма интересную информацию о том, что они собираются делать с ними дальше. Но, как это ни прискорбно, не все исходы одинаково интересны. Чтобы не запутаться во всех этих концовках, я предлагаю посмотреть сначала основные, то есть самую лучшую и самую плохую. А уже после этого переходить к секретным ответвлениям каждого персонажа. И начнем с самой худшей концовки. А что можно считать максимально хреновым финалом для наших героев? Конечно, смерть. Но каждый из персонажей может умереть не одним и даже не двумя способами. И по большому счету, не суть важно, в какой момент это происходит. Конкретно в моем случае, в плохой концовке, Джейсон погибает, когда пытается спасти Салима. Брошенное копье пробило его насквозь. Рэйчел убита Джейсоном, так как сама попросила закончить ее страдания, когда стало ясно, что она заражена паразитом. И в скором времени обратится в чудовище. Ник погибает во время нападения обращенной к Ларисой. Она забирает его вглубь пещеры. Ну и последние двое, выживших Салим и Эрик, погибают во время финальной битвы с вампирами, во время солнечного затмения. Их обоих убивает Курум. Эрика так вообще особо жестоким образом. Плохую хорошую концовку посмотрим полностью, а дальше будем смотреть только те моменты, которые действительно важны для сюжета. Вроде все тихо. Койот-2, это Рина-1-5. Это катастрофа. Все наши убиты. Вам надо подключить командование. Минует ужас нынешний, и тьма когда-нибудь растянется. Ну и хаос мы устроили. Но страдания ваших подопечных окончены. Ну, в этой жизни. Жду нашей следующей встречи. Возможно, мне следует выбрать для нее более домашнюю историю. Про место, где вы сможете прекрасно выспаться. Вот только будьте уверены, покинуть его будет очень сложно. Вы знаете, где выход. До встречи. Ты опоздал и плохо выглядишь. Я с ночного рейса. Что насчет тебя? Как полет? Фильм говно. Еда говно. Могам тесно. Сидел в хвосте. У туалетов. Круто. Ну, кофе был ничего. И кексы хороши. Отчет читал? Пока летел. Как дела у аналитиков? Бардак. Все еще пытаемся разобраться. Разведгруппа была полностью уничтожена. Мы собрали, что удалось. Надеюсь, кекс снаружи не попросится. От существа? Ничего подобного не видели. КОЛЧЕК, Джейсон. Лейтенант разведки морской пехоты. Лучший из лучших, да? Ну, так они говорят. Обид. Причина смерти? Я не врач, но думаю, это огромная рана в груди. Из его тела извлекли копье. Копье? Говорят, шумерское. Ну, историки обрадуются. Так они объединились внизу с иракским солдатом? Из республиканской гвардии. Можешь себе представить? Чем он так Колчика впечатлил, что тот решил за ним вернуться? Вы нашли его тело? Покажи. Это что такое? Покажи. Чтоб тут все было чисто для осмотра. Аналитики все еще извлекают образцы с места. Там просто бойня. Динамит взорвали? Мы не знаем, где они его раздобыли. Жаль. Его показания пригодились бы. Это прямо второй Винтерфолд. Так, тут у нас полковник Эри Кинг. Наш штатный гений. Он явно не рассчитывал на такую находку. Эти двое были женаты? С формальной точки зрения. Существа его разорвали? Точно хочешь увидеть раны? Не надо, верю. Выходит, целус виноват. Перепутал храм со складом оружия Саддама. Ковеная система. Ну, не скажи. Для нас это большая находка. Нам повезло. По-твоему, это повезло? Она была заражена. У ее товарищей не было выбора. А паразит? Извлечен. Смотрела ее досье? Да. Могла далеко пойти. Если бы не это все. Воскресенье еще в силе? Джанет готовит жаркое. Конечно, в силе. К этой работе нельзя прибыть. А что хочется? В этот раз хоть все локально? Да, хоть так. Ну, что ты об этом думаешь? Не важно, что я думаю. Сейчас главное контролировать поток информации. Для остального мира здесь ничего не произошло. Да, вопросов эта часть накинула еще больше, чем предыдущие игры антологии. Но хочу напомнить, что к разбору сюжета с его секретами и тайнами мы еще вернемся. Честно говоря, странно, что эта серия заинтересовала меньше людей, чем тот же самый Little Hope. Но уверен, фанаты свое дело сделают, и выход следующих игр будет происходить по плану. И пока ты ждешь следующую часть, и если тебе не терпится заняться исследованием новых миров, рекомендую заглянуть в World of Warcraft Cirrus, который стал спонсором этого видео. Проект работает на базе модифицированного дополнения Гнев Короля Леча. Здесь тебя ждет еще больше интересного контента, так как разработчики добавили сюда рейды и подземелья из дополнения Burning Crusade. На выбор есть два самостоятельных мира – Алгалон и Скордж. Они постоянно развиваются и подходят как для новичков, так и для ветеранов своего дела. Также добавлены новые эксклюзивные расы, например, Наги, Вульперы, Ночнорожденные и Эльфы Бездны. А с недавним обновлением этот список пополнился Эридарами и Дворфами Черного Железа. Помимо Орды и Альянса, эксклюзивно была добавлена третья PvP-фракция – Ренегаты, которые являются одиночками и врагами для всех. На сервере частенько проводят турниры, призовой фонд текущего PvP-сезона составляет 2 миллиона рублей. И даже если ты новичок, еще не поздно зарегистрироваться и попытать удачу на турнире. Разработчики позаботились и о новых игроках, поэтому после регистрации ты получишь маунта, эликсиры, которые увеличивают скорость прокачки персонажа, а также забористая пойла, которая в случае чего восстановит тебе здоровье и ману. Переходи по ссылке в описании и удачи на просторах WoW-Syrus. Но пока продолжим. Самое важное, что в лучшей концовке мало просто выжить всем героям. Главным ее отличием является тот факт, что Салим должен уйти до прибытия военных, так как в противном случае он становится военнопленным и уже вряд ли вернется к своему сыну. И чтобы спасти его от этого плена, важно, чтобы Салим стал другом для Джейсона и в нужный момент спас Рейчел от вампира. В таком случае после финального сражения на поверхности его отпустят домой. И вот так выглядит именно лучшая концовка. КОНЕЦ Мне нужно к сыну. СУВЕНИР СУВЕНИР Салим, стой! КОНЕЦ Удачи, брат! КОНЕЦ Давай, поздравь от меня Зейна! КОНЕЦ Спасибо, Джейсон. КОНЕЦ Прощай, друг! КОНЕЦ Один четыре, вы видите нашу? Вон, штурмовая группа! Слава Богу. Спасение. Четверо выживших. Летим на базу. КОНЕЦ Может сделать ад, а из ада рай. Браво! Похоже, ваши подопечные выбрались из своего ада без потерь. Но память об этом будет преследовать их до конца жизни. Ты опоздал и плохо выглядишь. Я с ночного рейса. Что насчет тебя? Как полет? Фильм говно. Еда говно. Могам тесно. Сидел в хвосте? У туалетов. Круто! Ну, кофе был, ничего. И кексы хороши. Отчет читал? Поколетел. Как дела у аналитиков? Четверо из разведгруппы выжили. Их допрашивают там. Идем? После вас. От существа. Ничего подобного не видели. Колчик Джейсон. Летенант разведки морской пехоты. Лучший из лучших, да? Ну, так они говорят. Черт! Сколько раз мне повторять одну и ту же историю! Я понимаю, но ЦКВС необходимо устранить все нестыковки. Какие? Здесь ничего не стыкуется! Например, почему вы вступили в союз с врагом? Тебя там не было! Твари рвали нас на куски! Мне насрать, кто он! Нам нужна была помощь! Я вернулся туда, чтобы спасти Салима! Он стоил пятерых таких, как ты! Сэмбар, сука, фай! Так они объединились внизу с иракским солдатом? Из республиканской гвардии. Можешь себе представить, чем он так Колчика впечатлил, что тот решил за ним вернуться? Скорей бы увидеть его! Не выйдет! Он сбежал! Что это значит? К прибытию группы эвакуации его и след простыл! Уже до границы мог добраться! Вот же хитрый ублюдок! Теперь понятно, что Колчик в нем убедил! Аналитики все еще извлекают образцы с места! Там просто бойня! Динамит взорвали? Мы не знаем, где они его раздобыли! Нет, 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 нет! Все! Я вам говорю! Это был город! Полный город этих тварей! Там были коконы! Тысячи коконов! Сколько организмов оставалось живых? Много! Очень надеюсь, что они все сгорели! Это прямо второй Винтерфолд! Ага! Так! Тут у нас полковник Эри Кинг! Наш штатный гений! Он явно не рассчитывал на такую находку! Все учебники по биологии можно выкидывать! Эти твари, они развиты! Они сильнее нас! Они умнее нас! Если не хотите упустить ситуацию, прислушайтесь ко мне! Никто не сомневается в серьезности ситуации, полковник! Погибло несколько человек! Но я выбрался! И я позабочусь, чтобы эти твари остались погребены в этой дыре! Обсудим целус! Ну, теперь верите? Это Миллер! Он вас допросит! Допросит? Вам стоило бы расставить приоритеты! Эти твари все еще под нами! Вы ими занимаетесь? Мы еще успеем все обсудить, а пока поблагодарите Бога, что вам удалось выбраться живой! Это просто чудо, что вам удалось там выжить! Я научилась полагаться только на себя! Была сильнее всех! Мы скоро вернемся! Теперь, что касается секретных ответвлений и того, как может закончиться история каждого персонажа. Начнем как раз с Алима. Если он выжил, но попал в руки американских военных, то он окажется на допросе, как и все остальные, но будучи в наручниках. Я больше ничего вам не скажу, пока не увижу своего сына! У нас тут принято по-другому. Вам не понять! Джейсон вернулся за мной! О чем это говорит? Там внизу ваша глупая война окончена! Давайте поговорим о существах! Вампирах! Мне с трудом верится, что вы могли убивать их вот этим! Развяжи меня, и я с радостью покажу! Эрик и Ник разве что умереть могут по-разному, но ничего важного ученые не скажут, разве что констатируют их смерть от конкретной причины. Если тебе интересно посмотреть, от чего и сколько раз могли погибнуть герои, то поддержи видео лайком и обязательно напиши об этом в комментариях, так как на данном этапе я уверен, что все смерти я еще не собрал, как не собрал и все появления Хранителя перед тем, как кому-то грозит смертельная опасность. И забегая наперед во время первого прохождения, я ни разу не заметил, как Хранитель наблюдает за нами со стороны, что говорит о таланте разработчиков прятать его в нужный момент и под правильным ракурсом. У Джейсона тоже было несколько вариантов умереть, но кое-что мне показалось очень важным. Во время осмотра Космического Ковчега, когда он вместе с Салимом осматривал труп инопланетного существа, Джейсон дотронулся до него, из-за чего тут рухнул на землю и из его тела вырвалось облако непонятной пыли или газа зеленоватого цвета, очень похожий на то, что содержится внутри плесени или грибка на полу и вокруг коконов-вампиров. После этого он часто заходится кашлями, очевидно, что дело дрянь. Как это не удивительно, до финальных титров он все же дожил и попал на допрос. Черт! Сколько раз мне повторять одну и ту же историю? Я понимаю, но ЦКВС необходимо устранить все нестыковки. Какие? Здесь ничего не стыкуется! Например, почему вы вступили в союз с врагом? Тебя там не было! Твари рвали нас на куски! Мне насрать, кто он! Нам нужна была помощь! Кхе-кхе-кху…кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе… Лейтенант Голчик. Нехорошая каша. Как раз пришли результаты биопсии. Наш герой не будет жить долго и счастливо. Сколько он протянет? Надеюсь, с ним эксперимента хватит. Судя по словам этих двух ученых, над ним будут проводить эксперименты и как знать, что лучше, смерть в бою или стать подопытной мышкой в руках ученых без права на смерть. Но более подробно об этом в следующий раз. Также его реплика немного меняется, если там в городе вампиров он не придет на выручку Салиму и не станет ждать его у лифта, из-за чего бравый солдат будет растерзан вампирами, а Джейсон в финале скажет следующее. Однако самые крутые сцены у Рэйчел, они открываются, если во время бойни в зале жертвоприношения ее укусит вампир. Это может произойти в двух случаях. Когда мы играем за Салима и тот, вместо того, чтобы помочь Рэйчел, будет страшно. По второму вампиру, либо когда она бросится на помощь Эрику и не успеет взять ультрафиолетовую лампу. Рэйчел выживет, но вампир инфицирует ее паразитом. В зале звезд, когда Салим активирует механизмы инопланетной расы, внутри Рэйчел паразит начнет движение. Видимо, он как-то связан со всем этим. Тем самым активируется первая секретная сцена, которая проливает свет на прошлое этих существ. Далее у нас есть выбор. Джейсон может убить ее, так как никто не знает, как ее спасти. В таком случае, в финале мы увидим это. Однако есть еще целых три варианта. Когда будет выбор, можно попросить не стрелять. Джейсон все же выстрелит, но промажет. Завяжется потасовка, во время которой она заберет у него винтовку. Салим скажет, что есть шанс спасти ей жизнь. Для этого ее необходимо поместить в кокон вампиров. Жидкость, которая там есть, спасет ее от смерти. И тут уже выбор за Рэйчел. Если она откажется, она выберется из зала и убежит в неизвестном направлении. И когда оставшиеся герои будут подниматься по веревке, она появится вместо Кларисы. Рэйчел также может убить одного из персонажей, но если мы устояли, в концовке увидим следующее. Однако мы можем согласиться на предложение Салима. Но когда Ник и Джейсон будут нести ее, Рэйчел станет хуже и Эрик предложит выжечь эту заразу. Нет времени! Может выжечь из нее, зараза? Так давай скорее! Какого хера? Далее она захочет убить эту тварь, после чего мы получаем достижение и сможем вблизи разглядеть то, что превращает людей и не только в монстров. Но есть еще третий вариант. Если Эрик не опробует на вампире ультрафиолет, что является ключевой точкой, то ее поместят в кокон. А в концовке мы увидим несколько иные диалоги главных героев. А Рэйчел Кинг? Тебе нужны кровавые детали? Мне нужны все детали. Давай так. Давай ты сам туда сходишь и посмотришь. Тогда обсудим. Если вернешься живым. Вы ведь там жену оставили. Да нет же! Она заразилась. Паразит захватил ее. Она превращалась в одну из них. Обсудим целус. Они оставили Рэйчел Кинг. Ее обнаружили. А что паразит? Извлечен. Но как оказалось, есть вариант, что ее не найдут, если все из героев погибнут. Тогда кушетка кажется пустой, а ученый предположит, что Рэйчел погибла вместе с остальными. А мы получим достижение, потерянное во времени. Хочу сказать, что концовок немало. И все они так или иначе отличаются друг от друга. По правде говоря, глаза разбегаются от количества секретов, которые не терпится разобрать и поделиться с тобой соображениями на их счет. А также показать множество деталей, которые легко пропустить во время первого прохождения. Поэтому, если тебе нравится искать секреты и тайны, а также строить невероятные теории, то обязательно подписывайся и проверяй колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски по этой игре. Да и не только. Если контент зайдет, то после того, как закончим с этой частью, я бы с удовольствием разобрал бы сюжет предыдущих игр из серии темных картинок. В том числе и дожить до рассвета, кроме Little Hope, так как разбор сюжета и концовок уже есть на канале. А на этом сегодня все. Спасибо, что досмотрел до конца. С вами был Леонид Князев. Пока.